Мы с вами перешли к третьей, завершающей части нашего вебинара. Рассмотрим те коммуникативные навыки, которые будут необходимы доктору после проведения физикального осмотра, предоставления докторам рекомендации, построение общего плана ведения пациента и, конечно, завершение интервью. Все это мы с вами сейчас обсудим. Переходим к следующему навыку – информирование. Информирование – это предоставление информации пациенту. Для того, чтобы принять осознанное решение в отношении своего здоровья, пациенту нужно обладать необходимыми знаниями. В этом основную роль играет доктор. Он и помогает пациенту, так как информации очень много, время приема и встречи с пациентом ограничены. Его способность к запоминанию и усвоению информации тоже ограничена. Посмотрите на этот слайд. Исследования показывают, насколько мало запоминают пациенты. Доктору необходимо предоставлять только действительно нужную для пациента информацию. Как это сделать? Как понять, что пациенту нужно знать? Для начала пациент становится отправной точкой. То есть, пациент может обладать уже до посещения врача каким-то объемом информации. Поэтому следует сначала поинтересоваться у него, что именно он знает. Затем нужно спросить о том, что пациента действительно интересует относительно состояния его здоровья. Посмотрите пример видео, где пациент является отправной точкой. Сейчас я вам объясню. Вот пришел ваш анализ, Камила. Это ваш белок. У вас белок в повышенном матче. Это еще ваше давление и ваши отеки говорят о том, что у вас состояние, которое называется преэклансия. Что-нибудь слышали? Нет. Но что делать дальше? Существуют аспекты, с которыми пациент должен быть ознакомлен. Чтобы участвовать в принятии решения относительно ухода, лечения и обследования. Что именно ему говорить? Ведь врач не может рассказать ему весь объем информации, которым обладает он сам. Есть несколько моментов, на которые действительно нужно обратить внимание. Есть много схем и стратегий информирования, но в рамках этого курса мы рассмотрим только одну. Ask, tell, ask. Спроси, скажи, спроси. Подробнее об этой стратегии вы можете узнать в вебинаре номер один. Если рассмотреть подробнее принцип информирования по этой стратегии, то мы можем увидеть схему информирования логическую и последовательную. DC и 5. Диагноз, причины, ожидаемый ход событий, прогноз и серьезность, лечение. Эта схема может применяться не только к предоставлению информации о диагнозе, но и о процедуре, и о назначаемом лекарстве и так далее. Посмотрите пример применения схемы DC и 5 во время информирования пациента. И это не только при обследовании мочи. Дело в том, что это состояние, оно будет недолго, только до того, как вы родите. Вы родите, и вскоре оно пройдет. Вы чувствуете себя нормально. Вот сейчас, например, да? Хорошо. Лучше и успокоен. Но серьезность в том, что это легко может перейти сразу в тяжелую степень. То есть могут появиться судороги. Вы можете потерять сознание. И, вероятнее всего, вследствие этого вы потеряете ребенка. Еще могут возникнуть такие осложнения, как кровотечение. Это пример схемы информирования о лекарственном средстве. И все-таки, как бы вы ни старались, бывает так, что пациент не может запомнить то, что вы говорите. Тогда нужно задуматься о способе подачи информации. Посмотрите на несколько моментов, которые помогут пациенту лучше понять и запомнить информацию. Ясная и недвусмысленная информация. Без медицинских терминов или с их объяснением мы уже с вами говорили про то, насколько важно, знает ли пациент медицинские термины или нет. Информация должна быть разбита на логические разделы. Так ему легче структурировать информацию. Темп – соответствующие способности пациента понимать и усваивать информацию. Об этом мы с вами говорили при обсуждении навыка управления речью. Активная проверка того, что понял пациент. Задавать ему вопросы. Что именно вы поняли? Какие у вас есть вопросы? Это всего лишь часть тех подсказок, которые помогают врачу предоставлять пациенту информацию так, чтобы он ее запомнил, а затем и применил. Самое главное во встрече пациента и врача – результат или исход. Будет ли приверженность лечению у пациента? Комплайенс. В достижении комплайенса значительную роль играет планирование. Сам навык имеет обширную область применения. О нем можно говорить много. Есть много сторон, которые можно осветить, но в рамках этого вебинара мы рассмотрим только предложения вариантов. В последнее время врачи все чаще сталкиваются с тем, что пациент не выполняет рекомендации врача. Почему? И с чем это связано? В частности с тем, что пациент сам не участвует в принимаемом решении относительно его здоровья. И не чувствует своей персональной ответственности. Пациент несет ответственность за принятые решения, за следование или не следование плана обследования и лечения тоже. Чем больше человек принимает участие в плане, тем лучше его выполняет. Поэтому врачу можно попробовать не уговаривать пациента или настаивать, заставлять его принимать лекарства, а предложить ему варианты и рассказать, какие последствия могут быть при выборе одного из этих вариантов. А право выбора предоставить пациенту. Вы можете увидеть здесь пример предоставления вариантов для пациента. Вам необходимо принять решение. Есть два варианта. Первый вариант это лечь в больницу, в эту, и наблюдаться здесь. И второй вариант это пойти домой. Но в таком случае, если вы пойдете домой, я должна вас предупредить, что если вам станет плохо и у вас возникнут судороги, вам возможно не успеют помочь ни вам, ни вашему ребенку. Но все ответственность, естественно, вы нечете сами. А таблетки, все я вам напишу. Единственное, что, может быть, даже если вы скорую вызовете, она не успеет приехать. А здесь у вас будет круглосуточное наблюдение медсестер, врачей. Будем контролировать ваш белок. Это зависит от того, какие ваши анализы будут. Если анализы будут хорошие, белка не будет в моче. Тогда мама может отпустить домой. Можем говорить о том, чтобы выписать вас. Тогда мы с мужем поговорим еще. Решите после того, как с мужем поговорить. Может быть, у вас еще какие-то вопросы есть? Нет. Тогда вы звоните мужу, а потом зайдите по-другому. Камила, ну как? Ну, поговорила с мужем. Он говорит, типа, если надо, значит. Ну, тогда вы можете. Ваш муж принял верное решение. Тогда мы делаем так. Вас оформляем. Дело в том, что у нас есть для наблюдений за беременными женщинами отделение патологии. Слышали? Да, я там лежала как-то. Были уже там, да? Не нравится? Тогда у нас есть еще один вариант. Это платное отделение. Но, если вы можете себе позволить, тогда мы вас тогда оформим. А в чем разница? Разница, скорее, в палатах. То есть там палаты чуть похуже в отделении патологии, так как там бесплатное отделение. А удобство, да, комфортное. А лечение вы будете получать то же самое. Наблюдение за вами будет ввестись круглосуточно. Ну, я сначала тогда патологию. Если что, можно же, да? Перевестись, да, можно. Если будет такая возможность, то тогда хорошо. Тогда я вам сейчас расскажу, что вы будете делать сейчас. Значит, вы сейчас возьмете вот этот списочек вещей. А, хорошо. Да, вам нужно позвонить мужу и сказать, чтобы он их рвез. Ой, вечером глеет. Вечером глеет, хорошо. Теперь еще вы будете пить таблетки Добегид при повышении давления. Они на ребенка никак не повлияют. И собирать мочу для того, чтобы мы утром определили белок. Так, вы лежать будете до того момента, пока белок, белка мочи не будет. Хорошо. Итак, остановимся еще раз. Первое. Что нужно сделать во время планирования? Предложить пациенту варианты, а не директиву. Обосновать варианты, их плюсы и минусы. Спросить его мнение, согласие. А также обеспечить систему поддержки, что делать, если план не сработает. Сбор обратной связи. Это когда в конце интервью, после планирования, мы спрашиваем у пациента, что он будет делать относительно своего здоровья, что он понял, каков его план действий. Посмотрите, например, сбора обратной связи у пациента. Так, теперь меня интересует, что вы скажете мужу. Вот, вы позвоните ему. Такие вещи есть. Так, еще что? Ну, он заезд вам. А если меня не будет, скажите, вот я до пяти буду. Ну, там дежурные, если бы. Дежурные же по всем отделениям. Мне просто хочется, чтобы вы, да, сказали. Дежурные же, вот так, полученный белок, мочи. Так. И пока он не смеется, мне надо поедать. Угу. Так, и пить будете? Да. Вот эти препараты. Так, хорошо. Да, пить гид. Здесь вы смотрите на то, какие мы преследуем цели при сборе обратной связи. Мы уверены, вы удивитесь, когда услышите обратную связь от своих пациентов. Кому-то это даже помогает справиться с эмоциональным выгоранием, а кому-то раскрывает возможности для дальнейшего роста и работы с пациентами. Но еще раз повторим. Итак, вы можете испытать действие обратной связи на себе. Закройте глаза и попытайтесь вспомнить, какие основные моменты были в схеме информирования DC и PT. И сейчас мы подошли к самому концу интервью с пациентом. В самом конце осталось применить только один навык – суммирование. Он включает в себя несколько моментов, но мы рассмотрим только один. Нужно повторить самые главные необходимые рекомендации. Представьте, что пациент потерял записи. Забыл почти все, но эти рекомендации он должен помнить, несмотря ни на что. Выберите одну, две и еще раз проговорите ему. Чем это нужно? Для того, чтобы расставить все точки над «и», пациент из-за переизбытка информации может потерять нить разговора, забыть ответы на вопросы в ходе обсуждения, а также для того, чтобы повысить уверенность в том, что пациент все верно запомнит. Мы завершаем наш разговор. Это коротковедение в базовые навыки коммуникации в рамках стандартного приема или консультирования пациента. Напоминаем, что коммуникативные навыки, как и любой навык, нужно отрабатывать, практиковать, чтобы у вас появилась гибкость применений. Рекомендуется практиковать каждый навык отдельно, а не все вместе. Например, на этой неделе вы будете отрабатывать навык резюмирования, а завтра – эмпатии. Посмотрите на источники литературы, которыми вы можете воспользоваться. При необходимости вы можете посмотреть их в раздаточном материале. Это для углубленного изучения. Благодарим за внимание.